онлайн события для тех кто дома best петербург музыка и литература они же как-то объединяются соединяются они же вот очень каким-то странным образом вот как-то взаимодействует но при этом каждая вот эта сущность музыка и литература они все-таки работают с человеком на каких-то других на разных частотах вот немножко просканируйте покажите что такое музыка и литература отдельные вместе очень просто денис совсем просто у меня опять же в первом томе тайн гениев есть сказка о сонатной форме есть фильм который тоже шатхан мастерская сделала кугашова один из 60 моих фильмов тоже называть сказка сонатной форме я показываю что все формы в которых написаны все квартеты все симфонии все сонаты все первые части построены по тому же принципу которым построена красная шапочка и вот когда я рассказываю детям и связываю сонатную форму с красной шапочкой для них любая первая часть любой симфонии раскрывается как сказка почему потому что я спрашиваю например часто у бизнесменов я же очень много читал проводил крупнейших конференций с бизнесменами западных стран я начинаю с того что скажите просто кто доминирующий герой сказки шарля перо красная шапочка мне говорят волк это бизнесмены игры вы что серьезно а кто потом красная шапочка конечно доминанта нет но осталось совсем мало героев они начинают вообще крутить мудрить может быть мама который испекла пирожки совсем плохо дело у вас провалится бизнес если я вам сейчас не раскрою тайну кто доминирующий герой сказки красная шапочка доминирующий герой бабушка потому что проект называется пирожки к бабушке а главная партия это красная шапочка она пойдет но она пойдет по связующей партии которые есть тоже во всех сонатных формах и придет к доминанте а доминанта написано в пятой ступени все побочные партии бабушка то сбоку живет на побочной партии к ней придет красная шапочка но не приходит почему если бы не было волка то это было бы трехчастная форма красная шапочка пошла бабушки раз-два-три и они пили вместе чай с малиновым вареньем с пирожками но поскольку появился волк то маленькая песка в трехчастной форме вырастает в сонатную форму потому что волк это то что случилось в разработке пошла детонька пошла и вдруг волк начинает разрабатываться герои красная шапочка волк появляется тем бабушки да и так далее но кончилось все благополучно и из одного живота достали и они сидят в комнатке так вот сонатной форме главные побочные партии объединяются в одну тональность то есть уже не доминирует потому что они вместе это же можно с ума зайти любая соната биткоина построена как сказка перо таким образом литературное музыкальное построение они едины вы можете увидеть например форму ронда в романах достоевского вот смотрите раскольников вот он появился потому что он идея вот с этой идеей он должен осуществить он встречает он назовем его а он встречает б и б убеждает его в том что он не прав он идет дальше он называется а первое теперь он а но первое потому что после встречи с б он немножко изменился встречается с ним ругается на пропалую он весь мучается идет дальше уже а второе а третье а вы знаете что такое а б а ц а д а это форма ронда раунд раунд круг это музыкальная форма а в музыкальная форма во многих гениальных творений последние годы к литературе мы чуть все ближе к книгам один вопрос мы наблюдали как телевизор и интернет и алкоголь вот конкурировали за время читателей и книги осталось где-то около 15 минут в день в среднем вот в читательском таком бюджете времени и вдруг еще ворвался сюда мобильный телефон и у всех отъел 5-6 часов времени просмотра на экран вот как вам кажется его скорее надо мобильный телефон и все что вот мы там делаем скорее использовать для проникновения в культуру в первую очередь или пытаться откладывать его куда-то в сторону для того чтобы пообщаться в живую послушать в живую вот вот какая базовая стратегия для 21 века для развития культуры до с первых хитрый сложный вопрос на него так однозначно не ответишь денис конечно я вообще понимаю что и интернет и как его следствие мобильный телефон включенным интернетом туда они появились слишком рано для человеческого сознания потому что человек не достоин тех возможностей и уровня управления которым он овладевает то есть нравственность культура мышления еще не находится на таком уровне чтобы пользоваться всеми этими благами потому что в интернете ведь вы сами понимаете 90 процентов фейков и глупостей и лжи но для того чтобы найти эти 10 процентов их найти может 10 процентов общества таким образом 90 процентов населения живет в 90 процентах глупостей и лжи полной лжи а в нашей стране опасность еще больше знаете почему потому что в советские годы людей приучили к тому что раз напечатано значит это правда а интернет это печатные тексты значит читает печатные тексты вот это да вот она что видите какой ужас да то есть он читает ахинею полно но это же напечатано нет дыма без огня у нас еще есть такая пословица да раз напечатано еще от дыма без огня нет значит все правда так вот я бы например конечно сегодня мы не можем ничего назад не уничтожить не забрать мы можем просто дать человеку в любом возрасте противоядие я думаю что забрать телефон уже нельзя нужно использовать любые масс-медийные средства для того чтобы что-то такое противостоять для этого конечно нужны определенные деньги а деньги нужны для того чтобы защитить целое поколение потому что знаете я вам скажу честно я никогда не был советским человеком в этом смысле я когда понял я был антисоветчиком очень рискуя всегда но я вам хочу сказать что я счастлив что мое детство прошло в те годы потому что были две стороны медали одна это эти старые тупые хрычи которые строили якобы коммунизм хотя на самом деле они строили дачи а вторая это романтическая составляющая это орлята которые учатся летать это вера в человека светлого будущего гармонически развитую личность и это был стимул для многих и для меня я понимал что вот эти дядьки ничего общего с этой идеей коммунизма не имеют а вот орлята учится летать имеет им салитует шум прибоя то что я был и в артеке и в орленке и на костровых площадях и пел у меня был потрясающий голос детстве для хрущева и хрущев меня вызвал в кремль чтобы я пел для всех него значит товарищи но не успели потому что когда я летел из артека в это время хрущев был арестован привезен в москву арестованы все а у меня скоро началась мутация но я пел гениально на костровой площади для всего руководства с ним еще был сопровален как личным президент индии так вот я хочу сказать вернувшись к вашему вопросу что нужно дозированно хитро и тонко всюду вмешиваться потихонечку вот как иногда например вы читаете какой-то текст и вам пик где-то она умерла великая знаменитая актриса умерла вот большинство людей тут же нажимать кто же умер часто то ли терехова то ли у кто 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 написано какая-то а не фус маг какие-то вторые роли где-то в голливудском 30-е годы умерла в возрасте стат трех лет вам было это надо не знали не помнили нет но вас перебили сейчас а можем мы раз уж такие безобразие творятся сделать то же самое только с великим чтобы человек забрался и чуть-чуть послушал она попала под поезд анна каренина да 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 то есть вот эти издевательства они же есть значит сегодня можно тоже пользоваться такими хитростями такими тонкостями такой бессознательности для того чтобы всунуть человек в голову ну посмотри хоть на секундочку на секундочку мази и что-то получится кто-то отвлечется кто-то откроется вот я же смотрю открываю у меня никогда в ленте нет да хотя но почему бы в ленте сейчас питерской не посетить что у нас в питере уникальное на весь мир сообщите 4000 человек слушали квартет гайд на неужели это не событие черт побери неужели можно столько тупели неужели мы настолько уже опростились я не знаю что уже сказать меня слов не хватит больше бранные слова я не люблю да но похвастайтесь на весь мир что в петербурге это произошло что 4000 слушали коррели слушали гайд на слушали квинтет шумана и что еще 4000 ушли без билетов и что всюду спрашивали лишних билетиков как будто я киркоров или как ее будут бузова да вот и что вдруг появляется какая-то линия что люди немножко устали от попсы устали явно устали и что появляется тенденция за которую нужно сейчас ухватиться тенденция личности индивидуальности потому что попса какая бы она ни была талантлива она все равно рассчитана миллионы на вот это трясущие себе биомассу а классическая культура рассчитана на на глаза на индивидуум на неповторимость личности но попробуем давайте ну похвастайтесь нигде ничего я получаю кучу писем потрясение мои дети потрясением и потрясение лично да а в общественном поле ничего все уже забыли ничего не произошло вот если где-нибудь какой-нибудь из поп певцов толкнет стюардессу или изнасилует какую-нибудь кошку сразу же все начнет рассказывать все ночью потому что вот эта игра на на страшном зверином ниже пупа то чего мы начали разговор жалко вот наш разговор будет смотреть люди которые двигаются по пути культурного развития потому что другие люди наверное фамилию казинник не набирают в интернете не и не глядываются так особо вот эти люди будут двигаться к внутренней цели можете ли вы из своего опыта сказать какие ловушки или в какие такие мерки приятные такие сладкие значит очень красивые прекрасные может человек попасть вот на пути к культуре да вот в широком смысле этого слова и чем это отличается от сидите разумное доброе вечное или движение к культуре деятельно дело знаете сейчас кстати тоже очень важный вопрос интернет забит подделками кругом вальс шопена светлое утро или вальс маляра или битхоинский вальс лунного света и мне присылают даже люди мои поклонники михаус послушайте я раньше никогда не слышала этого вальса послушайте как вам это нравится я даже поместил и друзья на странице написала что утро мое началось прекрасно пожалуйста уберите или поставьте куда-то очень глубоко личное потому что это такая примитивная киномузыка иллюстративная написанная каким-то подельщиком и это ничего общего не имеет шопеном пожалуйста послушайте вальсы шопена мазурки шопена вы поймете должны понять разницу между этой ахинеей поэтому сегодня есть еще и другая борьба борьба за подделки или против в подделок чтобы человек услышал да 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 вот не далее как позавчера девочкам я рассказывал что однажды я сидел в ярославле и после концерта и мы сидели в ресторане и ужинали и друг по радио звучала песня это было много лет назад я вдруг подавился как вы побейте меня по позвоночнику тоже дышать трудно побереги что с вами вы слышали что он спели а что как не слышали полюби меня такой как а я я есть они это что нет ну как в одной строчке как а и есть есть как у на другого я не вычитываю они не хочу ну что да нету это популярная сейчас песня вот как это украинская пицца пела полюби меня такой какая 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 я есть и каждый произносит эту фразу чтобы меня успокоить и произносит очередную как у и теперь по-другому они не смогут скажите вам не надоело есть как а почему миллионы людей не обращать внимание том что в одной строчке как а и есть не могу существовать вообще ни по каким законам понимать а потому что школе не было вот того пушкина о котором я говорю не было настройки души на поэтическое мышление на тайну слова на ценность слова безусловную грандиозную ценность каждому слова вот если этого не будет то будет это как а если не будет настоящего шопена то сотни и тысячи подделок сейчас заполняют интернет какой-то вальс раскаяния чтобы он не назвал ни одного вальса никаким именем не раскаянием не зимним утром не вечерней весной не поддавайтесь на провокацию причем это очень плохая музыка и для того чтобы показать что это очень плохая музыка например говорю что вот подойдите как-нибудь ко мне после концерта я сяду за рояль я вам сыграю сразу 100 вальсов от имени шопена гру раннее утро начну играть вальс потом поздний вечер первый поцелуй шопен это уже такой абсурд вот как накрашенные губы в деревенских фотографиях понимаете и голубые глаза ну это старая традиция у людей была тяга к цветной фотографии но они видели что в книжках есть цветные изображения а у них так они накрашивали бабушкам портреты там 20-х годов прошлого века губы подкрашивали подсинивали глаза и это есть я к этому отношусь с улыбкой и без злости но мы живем 21 веке когда миллионы людей подсинивают накрашивают это уже становится синдромом и симптом опасности поэтому воспитание высокого вкуса воспитание отношения к слову тайные знаки смысла слова вот это главное